ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, Дрог. Спасибо. Я даже не знаю, что сказать после какого-то трогательного выступления Киева, буквально вырванного из сердца, столько боли. Меня зовут Лена. Мне 17 лет, и я учусь на втором курсе Московского медицинского университета. На самом деле я очень счастливый человек. У меня есть моя семья, которая сегодня приехала со мной, чтобы поддержать меня. У меня есть люди, которые любят и ценят меня, и которых любуются и любят. И, конечно, счастье – это не какая-то конечная точка, а это, скорее, путь, по которому мы все идем, он называется жизнь. И на любом пути бывают взлеты и падения, это все так банально. Но, как говорит мой папа, в жизни нужны кризисы для того, чтобы опускаться ниже ватной линии, а потом с новыми силами идти в пироту. И, к сожалению, я сейчас не вижу их, потому что я очень близорукость, они сидят сзади. Но я хочу рассказать об одном таком кризисе, который случился в моей жизни полгода назад, и о том, как близорукость помогла мне оттуда выбраться. Безорукость спасала меня еще во время обучения в художественной школе. Там способность посмотреть на вещи крупным планом, не обращая внимание на какие-то мелкие детали, было просто неизменено. Потому что художник должен уметь посмотреть на картину целиком, чтобы не заниматься присчетом листьев на деревьях и трещин на глиняном горшке. Нужно уметь отходить назад и брать композицию крупняком, чтобы было проще рисовать. Это важно, потому что цель художника — это не фотографически изобразить увиденное, а понимать что-то более тонкое, какую-то неуловимую, едва уловимую эмоцию, взмах из ниц и полет воображения. Как говорится, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. 11 класс закончился очень быстро, и дальше события развивались также стремительно. Я сдала выпускные экзамены, отвезла документы в институт, уже списки зачисленных, и я вижу свое имя там. Это была огромная радость, потому что поступить в медицинский было моей детской мечтой. Пришло время уезжать из дома. Я переехала сюда, в большой город, с любым кратем. Вековые кучи камней здесь были ловко собраны в этажи, и каждый здешний неандерталец получал право на собственную комфортабельную пещеру с окном для света и дверью от хищников. Опускаясь в метро, будто в клубе моря, я чувствовала, что мне необходимо подстраиваться под ритм пропитающих мимо антилоп и кентавров, иначе меня бы просто затоптали. Каждый день, раз за разом, проходя по одним и тем же коридорам, я постоянно думала и ловила себя на мысли о том, что была бы совершенно не против, если бы какой-то случайный охотник подстрелил меня во славу Гондора. В какой-то момент я поняла, что для того, чтобы преодолеть это, нужно научиться отходить от ситуации и смотреть на мир шире, как бы банально это не звучало. И здесь мне пригодилась моя близорукость. Я смотрела на людей, которые умудрялись собираться в куче, даже на эскалаторе, и среди них, предоставленных друг другу, чувствовала себя предоставленной самой себе. Раз в неделю я звонила маме и плакала в тропу и говорила, что я больше там не могу, а она обещала, что все будет хорошо. На мой вопрос, когда будет хорошо, она с явно наигранной уверенностью говорила, что через месяц. Но через месяц начались дожди и стало хуже. Исцеление приходило ко мне постепенно, но очень и очень ощутимо. Когда ты делаешь шаг назад и отходишь от ситуации, ты понимаешь, что все проблемы, они не так уж и важны, как казалось раньше. Больше крупных планов. Думай шире. Не загоняйся. Слова, мамины слова, которые она говорила мне по телефону, стали моим девизом. Я повторяла, постоянно повторяла и крутила у себя их в голове, вместо ставших уже привычным, представьте меня, пожалуйста. И, видимо, в какой-то момент я в них поверила. Осмотревшись вокруг, я смогла найти хороших друзей совсем по близости. И они действительно были рядом. Хорошие, готовые принять меня. Они помогли мне примириться со своими страхами и собраться с мыслями. И теперь я могла не бояться и считать всех близкими. Большое им за это спасибо. Но, когда я приезжаю домой, в ту же квартиру, в том же доме, на той же улице, в том же небольшом городе, я чувствую, что превращаюсь обратно в ту маленькую, наивную девочку. И отдыхаю. Правда, внутри это ощущается как-то более осознанно и проще. Мне кажется, это все-таки потому, что появляется какой-то стержень. Выходя из комнаты, перед тем, как закрыть дверь, я глядываюсь на стол, где лежат разбросанные листы бумаги. И вижу. Небрежный почерк. Сплошь зачеркнутые слова. Пропустила одну двоеточие. Надоело. Захотело окно. И как будто мутный вечер дрожащий стих. Это слабость. Но это не луна. Старайся и сможешь. Прости. Стыдно верить молчащим стенам. Только это стемнение вдомек. Слышу. Вламка по тонким венам. Загудел электрический тон. Белый свет, как маяк для строчек. Белоснежной бумаги подстать. Аккуратный, извилистый почерк. Все же хочется взорвать. На глазах нет ни лиц, ни дыма. Близорубой души подвал. Мне по-прежнему необходимо, Чтобы кто-то со мной играл. Спасибо большое.